К сожалению, я могу подтвердить, что имеются потери среди военнослужащих, пограничных войск и среди мирных граждан. На сегодняшний день, а эти цифры каждый день уточняются, потому что идет поиск лиц военнослужащих, которые пропали без вести, потому что такая неразбериха там была. На сегодняшний день у нас 40 военнослужащих погибло. Эта цифра может быть меньше, может быть чуть больше, сейчас еще уточняется, больше 70 получивших ранения. Есть и погибших среди мирных граждан, и пострадавших. Очень много объектов были разрушены, сожжено, прямым попаданием снарядов. Мало того, что снаряды попадали, после того, как покинули наши жители свои дома, свои населенные пункты, ворвались туда граждане Таджикистана, начиная правительство, все государственные органы, органы местной власти работали очень слаженно, оказывали всю необходимую помощь населению, и благодаря этой работе мы обеспечили безопасность населения. Потери минимальные. Я могу сказать, что по имеющейся данным, потери только вооруженных сил Таджикистана убитыми составляют более 200 человек, и раненых около 400. Мастапы такие у них. Еще раз хочу акцентировать, наши пограничники первыми не стреляли, они бонусно открывали огонь по тем точкам, откуда велась стрельба в нашу сторону. И в гражданскую инфраструктуру, в гражданские населенные пункты наши тоже не стреляли. А наоборот, я уже рассказывал, как они даже не только стреляли, они вошли, грабили, разрушали, поджигали наши населенные пункты, заставы, большинство заставы сейчас находятся в непригодном состоянии, поджигали, разбомбили там. Таджикистана применила даже систему, вот ГРАД, вы знаете, да, ракетная система, залпу огня. Эти снаряды попадали в областной центр Бакена, там есть разрушение. Некоторые снаряды попали на территорию областного военкомата, на улицы попадали. Это ли не агрессия, это настоящая агрессия. Где граница, а где Баткин? В 16-е, когда была интересная стрельба, руководитель областного штаба генерал Тащеев пригласил, прилетел туда представитель ГКНБ Таджикистана, генерал Ятимов. Они никак не могли с ним встретиться. Стрельба мешала. Пришлось им на территорию областного штаба встретиться, договориться о прекращении огня и отводе сил. Потом пришли, немножко стрельба закончилась, снова интенсивно начали обстреливать. Никак они не могли угомониться, никак не могли остановить стрельбу. Потому что люди, находящиеся там, имели полное право дать указание этим вооруженным подразделениям, прекратить огонь. У них все право было. Они были прямыми начальниками этих подразделений. Несмотря на это, огонь не прекращался. Даже в 17-е, когда уже начали договариваться, начали они новые обстрелы уже в другой, в Волжской области, на территории Чумаласской района. Начали обстреливать наши заставу. С 18-и, 10-и до 17-и, что они в течение около часа полное обстреливание. Наши не отвечали просто. Элементарно не отвечали, потому что не было прямого попадания. Просто ждали и проявили такую выдержку. Но когда уже через час, когда уже начали близко попадать снаряды, наши тоже в ответ пустили снаряды. И когда они несколькими зампами, минометами, просто подавили эту огневую точку, вот тогда только они прекратили, были вынуждены прекратить этот огонь. Ну как такого у нас? Войны не было с ними. Это вооруженная агрессия, это был перерывный конфликт. Принять необходимость с ним, мы для тазикского народа, мы не враги. И тазикский народ для нас не враг. Здесь провокация каких-то политических сил, которые спровоцировали, не знаю, с какой цели, но они добиваются своих... Мы догадимся, для какой цели, но они в интересах своей политической цели спровоцировали этот пограничный конфликт.